инкерман в двенадцатом году продавал 12 миллионов бутылок на территории украины вот я потому что единственный путь для меня сделать то что я хочу это создать собственно свою компанию там где будет вот все как я захочу мы разливаем это кабарне продаем его из херсонской области потребитель говорит подождите она по вкусу не такое как было вот тогда вот из крыма им надо было спать в одной постели и видеть одинаковые сны а при этом они вроде как спали в одной постели но сны были у каждого свои понеслась привет друзья сегодня мы поговорим на очень необычную тему и у нас есть прекрасная гостья и она настолько прекрасно что боюсь это будет первый выпуск когда я скорее всего ни разу не утекнусь но все может быть все может в любой момент измениться мы сегодня поговорим на тему вина как бизнеса и еще конечно же много разных других интересных тем дело в том что мы вообще как встретились они она вообще приехала сначала снимать меня вот и что мы как-то так пообщались и решили что а может быть мы ее тоже возьмем да подснимем вот потому что девушка интересная и есть чем поделиться мы разговариваем в жанре подкаст я кстати тебе тоже заодно расскажу что ты поняла все на что ты подписалась на что ты согласилась давай типа что такое подкаст два человека просто говорят то есть это не интервью я не буду тебя допрашивать у меня нет мне стоит цель тебя вывести на какой-то конфликт там или узнать не знаю там какие-то а-ля там ксения собчак вещи вот мне это вообще абсолютно не интересно то есть мне интересно как ты думаешь ты производишь впечатление целостного такого достаточно счастливого целеустремленного человека это очень приятно это очень клево и имеет смысл у тебя чуть чуть больше на эту тему по выспрашивать потому что смотря подкаст мы получаем обычное такое теплое нормальное человеческое общение не бездушно вот этот допрос понимаешь а нормально то есть если ты захочешь что-то у меня спросить пожалуйста спрашивает абсолютно вот нормальное живое общение как на кухне мы сидим чай пьем да вот точно так же как бы и здесь вот мало того ребята для терпеливых которые досмотрят это до конца в конце у нас будет еще конкурс вот какой я расскажу в конце после блиц опроса будет блиц опрос но ну будет блиц опрос ну что а теперь к теме давай как мне рассказали начинается я уже боюсь на твоем блоге вот что ты у тебя производства до производства вина да объясни мне пожалуйста скажи мне мне всегда было супер интересно как людей туда заносит куда винов да то есть я понимаю когда вот люди там кто-то любит рисовать там кто-то еще что-то вот и вот люди которые любят вино если это так я не знаю может быть для тебя это просто источник дохода и ты его ненавидишь я не знаю в это конечно слабо верю но это возможно как вообще вот так вот происходит вот как что это за история но для меня винный бизнес это тот бизнес который далеко не первый в котором я работаю я сама по образованию юрист и 10 лет подряд я работала в больших юридических компаниях я работала в бейкер маккензи я работала в немецком байтон бургарде ну короче говоря это то знаешь где ты приходишь у тебя на ресепшене встречает несколько девочек свежие цветы привозят туда каждый день и киваны и так далее ну то есть это действительно очень серьезный бизнес но работала я там в секторе который называется m&a merges and acquisitions то есть мы занимались тем что мы сопровождали сделки по слиянию поглощению это моя специализация я корпоративный юрист так уже интересно вот и это действительно очень интересная для юристов сфера деятельности потому что во первых все проекты с которыми ты работаешь они направлены на созидание кто-то кого-то покупает для того чтобы развитие ты общаешься со стороной покупателя даже если ты не его представляешь но узнаешь о том какие у людей вообще в голове там идеи по поводу того как сделать из этого украинского бизнеса речь как раз всегда в украинском бизнесе что-то нереально крутое новое вложив туда либо идеи либо деньги либо идеи и деньги видишь как прикольно да что я узнал что ты оказывается из этого сектора потому что мы как раз в тему инвестбанкинга еще собираемся нырнуть есть у меня там ну вот инвестбанкиры они являются самыми близкими друзьями корпоративных юристов потому что вторая часть чем я занималась это вывод украинских компаний и групп на международные фондовые рынки мы выводили на лондонскую биржу на франкфуртскую на варшавскую то есть это действительно такие знаешь очень емкие проекты где ты привлекаешь огромнейший капитал и дальше видишь там развитие таких компаний как астарта мхп украл энд фарминг это все вот мои клиенты когда-то и так получилось что один из клиентов кто был задействован как раз в продаже своей доли в бизнесе то был украинский бизнесмен он решил продать часть своего бизнеса иностранцам для того чтобы на привлеченные деньги развить его и масштабировать это была компания инкерман я была юристом который сопровождал привлечение вот этих иностранных инвестиций в инкерман к этому времени я уже наверное поняла что мне скучновато повторять плюс-минус один и тот же опыт с каждым следующим проектом потому что все-таки работа юриста это документы тебя есть там уже хорошо откатанный шаблон там наш для там вендер френдлий какого-то проекта там для то есть уже есть совершенно четкие паттерны уже да и ты и ты она больше да она больше техническая то есть по-прежнему конечно было интересно смотреть на бизнес как таковое но кайфа в этом я уже не получала плюс я действительно тратила огромнейшее количество времени на работу и у меня уже стоял вопрос либо я остаюсь без семьи а я человек семейный но либо я соответственно должна что-то изменить своем ритме работы мне муж уже такой ультимативно достаточно поставил вопрос ребром что слушай ну давай что с этим делать потому что но так дальше нельзя я на работу ухожу дети еще спят я прихожу они уже спят и остается вопрос а как они вообще появились на свет потому что это это тоже было чудесно что-то непорочное зачатие ну не там все было хорошо я помню вот тогда еще у тебя было свободных да но я дочку родила на третьем курсе то есть тогда еще не работала но суть в чем суть в том что к моменту когда была сделка по инкерману я уже была порядком подуставшая от ритма работы с комком проблем дома и отсутствием какого-то такого знаешь уже морального удовольствия от того что я делаю а инкерману как раз нужен был человек который бы мог подружить в диалоге три новых со-собственника один украинец вторая сторона это были финны европейцы которые зашли на горизонт там десяти лет инвестиций третья сторона это были американские инвестбанкиры которые зашли на диапазон три пять лет то есть ну вообще разные цели у всех и им надо было спать в одной постели видеть одинаковые сны а при этом они вроде как спали в одной постели но сны были у каждого свои они меня пригласили тогда стать по сути таким как медиатором между ними я стала членом совета директоров шведской компании инкерман интернешнл айби вот так я попала в винный бизнес то есть абсолютно не относясь к вину как знаешь там какой-то истории что боже я всю жизнь мечтала заниматься нет я туда вот попала по стезе корпоративного я себе уже представлял как ты ходишь по виноградник когда я была маленькая я увидела виноградную лозу и подняла и и все слушай ты когда был маленький ты мечтал это самое ключами и гайками заниматься это маловероятно я не занимаюсь ключами и гайками ну на любом автосервисе единственное что тебе сразу этим заниматься ну так точно так же я естественно я не хожу по винограднику я не обладаю достаточными знаниями на уровне с агрономом для этого у тебя есть команда классный вот поэтому команда даже мой любимый все режим ну что скорее всего ты уже достиг пиковой концентрации своего внимания для того чтобы ты не уставал от просмотра ролика я предлагаю тебе переместить свое внимание на активное действие прямо здесь прямо сейчас мы покажем тебе что надо сделать для того чтобы ты подписался на канал потому что статистика говорит о том что если тебе об этом не напомню ты об этом просто забудешь а на самом деле здесь на этом канале помимо того видоса что ты прямо смотрю сейчас смотришь есть еще целая толпа разных гостей разных тем и для того чтобы быть в курсе еще и первым нажми на колоколец все теперь погнали дальше мне нравится бизнес мне нравятся процессами много всего интересного но вот честно машина сама как не вызывает у меня какого трепета они мне нравится визуально вот как тебе мы когда когда у тебя спрашивали машину выбирали я хотел чтобы она была большая и красная но это был базовый такой знаешь уровень потом ты уже начинаешь копаться ты говоришь о я хочу чтобы она когда заводилась она еще и при этом там выхлопа что угодно кроме расхода там еще каких-то вот вещей вот ты знаешь когда речь о машинах мне кажется что вот там надо быть готовым к безлимитным расходом потому что по большому счету она живой организм ты же когда там женишься выходишь замуж ты не смотришь на мужа и не говоришь покажи мне свои зубы сколько надо будет в тебя вложить ты понимаешь что надо будет вложим я скажу есть и такие люди есть разные не знаю не знаю но не сталкивалась так хорошо но своего производства ты рассказала как ты ворвалась в эту историю да как это перешло в свое это параллельно ты этим занимаешься или это уже ты как бы и ту историю уже прекратила она трансформировалась на самом-то деле до 2014 года когда все было по сути без каких-то турбулентностей в макроэкономике в политических отношениях там между украиной россией у нас был четкий план что компания инкерман должна выйти на шведскую фондовую биржу где-то к шестнадцатому году но понятно что начали происходить абсолютно непредсказуемые вещи для любого юриста произошедшая в крыму это такой юридический сюрреализм наверное это ситуация с которой непонятно как работать вот в ежедневном ритме и единственное что мы могли делать мы могли ориентироваться на местности вот как подсказывала ситуация вот конкретно сегодня сегодня один день ну вообще то есть у нас ну чтобы ты понимал там планирование годовые они были как данность у нас там где-то к концу октября началу декабря был в разгаре бюджетный процесс мы всегда знали сколько мы продадим следующем году а тут получается ты ничего не можешь планировать мы перешли с точки зрения там управления бизнесом вообще на такой роллайн баджет у нас тремя месяцами мерялся горизонт это корректировок делалось только что в принципе там и три месяца было я вообще не представь таких масштабах это жестко инкерман в двенадцатом году продавал 12 миллионов бутылок на территории украины это много это был бренд номер один с точки зрения объемов продаж на сегодняшний день мы продаем порядка 6 миллионов естественным образом у нас отпали территории донецк луганск и крым соответственно это уменьшило где-то порядка 30 35 процентов объема продаж вот и вышли на рынок пока нам было плохо достаточно такие серьезные ребята они у нас отщипнули долю рынка у нас не было возможности бороться в то время за долю на украине нам надо было отвоевывать заводы решать проблему это было это это реальный трэш был но это было очень сложно и так получилось что когда в четырнадцатом году начали эти события в крыму происходить у нас в то время вот прям все было в крыму то есть юридические адреса компании виноградники заводы вот ну то есть мы были локальным крымским производителем с тремя заводами тремя с половинами тысячами гектар виноградником 2000 сотрудников доля рынка на украине номер один доля рынка экспорта в россию номер один среди всех виноделов ну то есть серьезно и логика подсказывала что что-то наверняка будет меняться то есть этот конфликт он во что-то перерастет в том числе ограничивающий бизнес и поскольку я киевлянка я живу в киеве я была к верховному совету ближе всех у меня появилась функция джиара я вошла в рабочую группу в комитете верховного совета по реформации крымска вот этих вопросов и в то время в верховном совете начали готовить проект закона который до сих пор действует его таки приняли и вот он четко сказал что любое движение денежных средств а также товаров на территорию крыма и с крыма на территорию моряка воспрещено ну понятное дело что мы вот прям вообще были отрезаны как только мы поняли что ветер дует в эту сторону мы отреагировали быстро вывезли все что могли вывести на материк с точки зрения сырья подписали контракты с несколькими заводами у них купили услугу аутсорсинга по розливу и это а и создали в киеве вот юрлицо которое было типа на всякий случай оказалось навсегда и я стала директором вот этого юрлица и по сей день я управляю инкерманом в украине знаешь многие люди думают что во время каких-то экономических там политических геополитических катаклизмов типа там условно вот эти вот богачи там которые крупные бизнеса и там гребут мешками деньги нет они их мешками теряют вот именно мешками то есть страдают как всегда больше всех крупные на самом деле конечно у тебя пропорциональные риски собственно конечно конечно особенно ты знаешь маржинальность там уже это не умали у малого бизнеса у него маленькие затраты у большого бизнеса огромные затраты и при этом скорее всего если это fmcg рынок то это еще и маленькая маржа на единицу продукции поэтому любое колебание в твоей затратной части она тебя просто приводит к убыткам конечно вот так вот так как ты себя там чувствовала вообще ну как ты вообще вывезла всю эту историю сколько это заняло по времени то есть условно от момента ребята жопа до момента так кажется хоть что-то чуть-чуть вроде начала налаживаться у нас был очень сложный период четырнадцатый пятнадцатый шестнадцатый год если четырнадцатый был сложный потому что мы пытались что-то планировать на будущее чтобы потом подстроиться под вот то самое будущее то есть ты просто знаешь хаотически бежишь и пытаешься на всякий случай и вот это сделать и вот это и вот это ну и я знаю мы живем в зоне высокой турбулентности ну там такая турбулентность была знаешь ну вот я даже не знаю чем ее сравнить даже не хочу представлять это то в в пятнадцатом году вроде как уже казалось что вот сейчас вот все наладится но мы допустили несколько ошибок мы когда переезжали на материк мы же как я говорила завезли на материал мы его залили в ямкостной парк херсонской области на заводе таврия но было понятно что он когда-то закончится то есть это же нескончаемый ресурс не можешь туда завезти и учитывая то что команда была отвлечена на то что вот нам необходимо тушить там пожары в крыму внимание украинскому вот этому всему сегменту рынка не было уделено достаточное в чем в чем это выразилось в пятнадцатом году мы пытались закрыть свою потребность по сырью исходя из того что ну разливаем мы кабарне например мы купим кабарне там херсонской области мы разливаем это кабарне продаем его из херсонской области потребитель говорит подождите оно по вкусу не такое как было вот тогда вот из крыма и тебе начинают сыпать там черного пиара достаточно много что вот и шмурдяк льют и и не то разливают и подделка ну ну то есть очень много никотива а на самом-то деле свином ведь какая хитрость в зависимости от того где растет виноград он набирается от воздуха почвы каких-то своих вот таких очень характерных и узнаваемых вкусовых преимуществ да или черт и и как бы вроде бы ты не старался дать альтернативу взаимозаменяемую она все равно будет подобная но она не будет идентичная и на массовом сегменте это дает достаточно серьезные риски потому что люди привыкают очень сильно к вкусу тем более если там герман 61 года существует ну можешь себе представить там уже генетическая память заложена в нескольких поколениях вот они уже знают что там не знаю древний херсонес он вот вот такой вот знаешь а там мерлукачинское оно такое это они могут отличить и нам пришлось в 16 году разгребать вот вот те вот последствия 15 года мы сели с нашим виноделом-технологом на машину я говорю Женя девушка поехали будем искать виноматериалы мы объехали все предприятия сырьевые в украине перепробовали все образцы абсолютно всего что вот нам по ассортименту подходили это командировочка была ну это несколько месяцев вот на колесах сливы и мы искали то что будет идентично по вкусу именно вкус был основным нам надо было не только сорт подобрать но и вкус но и вот с 16 года мы выравнились самое забавное в этой истории для меня что ты сказала что ты чувствовал что ты уже подвыгорела подустала у тебя уже проблемы в отношениях и ты как бы переходишь на другую работу то есть то что ты только что рассказала это что было легче чем то что было до этого это было шесть лет спустя как я туда перешла понимаешь то есть вот тогда в начале я так как-то понял что это вот прям вот ты туда врываешься и сразу же начинается вот это все нет 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 я в Инкермане с 2010 года все я понял вот поэтому успели так хорошо свое производство да работая на большой бренд ты понимаешь что ну или на кого-то давай так скажу работая на кого-то ты понимаешь что ты должен честно и добросовестно соответствовать ожиданиям собственников этого бизнеса который он ставит в отношении тебя как управляющего его бизнес юнитом и это тебя вроде как ставят в хорошие рамки рамки это тоже неплохо ты четко понимаешь правила границ в которых ты работаешь но с другой стороны это тебя очень сильно ограничивает и ты вроде как понимаешь что вот и это можно было бы сделать и вот это можно было бы сделать а нет нельзя почему потому что политика партии такая и это по сути стало стимулом для меня и для моей команды получив запрет что нет ребята вот это делать мы не будем это мы не будем делать сказать что хорошо тогда мы работаем мы выполняем свои обязанности под все сто процентов но мы также постараемся запустить еще что-то шире да и мы пошли в историю все-таки создание вина абсолютно там эксклюзивного качества мы закупили чуть-чуть бочек во франции правильных красивых знаешь которые тебе там в таких красивых кейсах привозят и ты их там снимаешь и ты туда заливаешь что вино которое ты понимаешь что вот оно но оно реально идеальное то есть но вот лучше на всем рынке нету потому что ты там с этого винограда попросил чтобы вырастили не 20 килограмм для вала для тебя вырастили там от 700 до полутора килограмм на одном кусте то есть это знаешь такая инвестиция серьезное качество хочешь обратную связь что я потом просто забуду давай все время до этого ты хоть и улыбаешься но вот чувствуется напряжение чувствуется такое что-то трудно вот когда ты начал пройти бочки говорить ты прямо жила просто это так со стороны ты меня спрашивала военных событиях понятно что там уже то есть но прикольно просто когда ты начала говорить о своей реализации вот пошло такое вот расширение то есть я просто почему я очень понимаю четко эту историю про я работал в замечательных компаниях но там какие-то мои идеи они не не принимались не потому что они неэффективны а потому что есть собственник у него есть свое мнение вот я потому что единственный путь для меня сделать то что я хочу это создать собственно свою компанию там где будет вот все как я захочу вот и неважно в принципе какая она будет ну тогда мне было круто это мечта понимаешь то есть ты живешь один лишь раз и ты понимаешь что вот если там вынашиваешь идея я хочу свой бизнес я хочу свой бизнес я вот хочу хочу сформулируя что ты хочешь делать и основная сложность это вот на вот этот вопрос ответить вот во что бы ты действительно настолько был сильно влюблен даже неважно можешь что это сделать или нет вот действительно реально бы очень хотел ну и что где твоя страсть моя страсть она выражается в том что вот я прям очень хочу создать несколько линейек вина которыми вся украина будет гордиться и для меня наверное не настолько важны объемы в с точки зрения объемы продажах как для меня важно вот это признание и вот вот понимаешь это это что-то что тебя вдохновляет и ты понимаешь что может быть твои дети этим потом продолжат заниматься это что-то что ты можешь в историю вписать объективная винодельческая отрасль в украине она находится сейчас сложном состоянии и поэтому любое движение на этом рынке внутри украинских виноделов оно реально заметно нас не так много и у нас нету бюджетов на маркетинг больших вот прям у всех виноделов это это сто процентов тебе я всегда представлял эту индустрию как просто эльдорадо ну типа есть наркота есть алкоголь алкоголь алкоголю рознь то есть вот виноделие это самая ресурсоемкая с точки зрения потребления отрасль ты от того когда ты скажешь что я хочу вырастить допустим свой виноградник вот если там завязываться виноградники до первой произведенной бутылки у тебя пройдет пять шесть лет я не копейки не получишь но ты при этом к этому моменту уже очень много потратишь нереальные деньги и не факт что потом и не факт что потом не дай бог не не грянет какой-то мороз и у тебя все не не вымерзет напрочь или там прилетит какой-то там не знаю чудо птичка вот и поклюет весь свой виноградник вот или какая-то бабочка которая обовьет его паутиной она все просто потому что вы уже продаетесь даже уже в каких-то хороших богоугодных сетях приятных не внизу на полке а где-нибудь на видном месте эти фазы уже прошли нет мы в них вообще не заходили вот я прям не вижу никакой необходимости вкладывать деньги виноградники я может просто слова неправильно вот сети наверное не несет я сказала я имею ввиду магазин сети не мы есть сетях в каких мы мы есть сейчас в кола мы есть в мегамаркете мы продаемся в таких сетях как бодеры в новусе варусе мы подписались вот уже буквально должны мне ребята обещают там со дня на день тоже получить заказы так что вроде как идет но и по регионам мы уже разошлись тоже неплохо ну это нормально но это это нормально с точки зрения там вроде как логики развития там если ты производишь тебе надо продавать если смотреть на это достаточно ли этого для того чтобы окупиться нет я понимаю что скорее всего там стоит под реализацию там не прям покупают это уже классно ну а срочки платежей длинные очень просто насколько я понял вообще все эти сетки живут они своего ничего не вкладывают ну то есть они вкладывают в стройку там а потом уже товар не их ну при работе с сетями работает модель такая они заказывают у тебя ровно столько сколько они продали за предыдущий день и вот как раз для того чтобы работать сеткой у тебя должна быть достаточно четко отработанная система поставок а это значит свой склад логистики без сучка без задоринки потому что недопоставка в сеть это штраф понятно что не ради штрафов туда идешь ты идешь ради оборота поэтому есть смысл идти в сети если ты готов функционально внутри к тому чтобы этот ритм работы выдержать и вот какой-то человек у которого страсть вино он врывается вот во всю ту движуху и понимает что вино на самом деле еще надо сделать так чтобы она оказалась у человека во первых чтобы человек узнал что она существует во вторых чтобы он захотел его попробовать в третьих чтобы он его получил в руки так как ему это удобно приятно и и потом чтобы он его все-таки попробовал и получить от него какую-то обратную связь и понимает что это все что угодно кроме производства вино и обламывается так у нас обламывается очень-очень много бизнесов ну то есть человек там пишет картины например и такой сушу у тебя крутые картины сделал из этого бизнеса а давай и через два года такой ребята все до свидания бизнес вообще не моя история весь загоревший нафиг полностью вываливается из этой истории прикольно что ты как бы не винодел в том плане что ты ворвалась именно вот как бы в бизнес и ты четко как бы понимаешь все эти вещи рубишь их и так далее а кто же винодел но у меня есть большая команда на самом-то деле и как раз каждый из ребят он горит вот вот этим своим блоком и за счет того что каждый из них он влюблен в свой процесс там финансисты они действительно любят на что там покопаться посчитать рентабельность продаж каждого из каю с одного полочного пространства в этой сети учитывая то что ты заплатил такой-то листинг ты обязан такой-то трейд заплатить и возможно еще в ценовую акцию лезешь то есть ну ну это ребята которые действительно любят в цифрах виноделы самая большая для них возможность проявить себя это когда ты к ним приходишь и говоришь слушай у тебя есть возможность создать легендарное вино которым ты лично будешь гордиться и вот когда мы создавали там свою премиальную линейку мы маленький но чтобы ты понимал мы все равно маленький моя компания очень относительное понятие маленький относительно вот знаешь такое вино три топора есть они очень большие 777 они очень большие потому что они продают около миллиона вот этих тетра паков мы просто поколениями попили именно этот букет еще града закарпаттика это был бакет молдовы еще больше после так сильно болела голова но понимаешь вот вот эти ребята которые там каждый на своем участке он горит тебе важно быть тем человеком который будет зажигать зажигать их можно объединив какой-то крутой идеи где каждый будет чувствовать свою сопричастность и второе это когда они видят результат своих усилий и вот тут от руководителя вот этой команды зависит их успеть привести туда до того как они начнут обламываться в процессе это твоя функция это моя функция сколько ты уже в своем деле де юре и де факто это разные вещи запустили мы компанию в феврале этого года но идея родилась ну наверное за года два до этого так вы совсем молодые маленькие я же говорю мы скромны мы мы не ойлер это вы уже понимаешь там набрались жиру сколько вас человек 50 нормально скажи а вот путь к этому признанию 50 процентов то команда продаж чтобы ты понимал ну как у нас основной штат это менеджеры по продажам все думают что у нас основной штат это тех кто гайки крутят не по вашему рекламному бюджету я думаю это маркетинг и продвижение мы работаем с людьми и на каждого человека нам нужен человек который будет его нести сквозь процесс у нас чуть проще не каждая бутылка требует персонального контакта она требует персонального подхода в коммуникации с целевой аудиторией вот вот там вот важно действительно правильный механизм подобрать при ограниченном ресурсе так а это тоже твоя функция это тоже моя функция вместе с маркетингом самая такая это challenging знаешь задача у маркетинга это понять какие такие применить алгоритмы взаимодействия с потребителем чтобы затраты на каждую проданную бутылку были меньше чем на предыдущую вот этот снежный ком его необходимо запустить и ранее применялся такой ну стандартный абсолютно подход тебе надо запустить рекламу на телике тебе надо расклеить борды по киеву и там другим городам ну и дать скидку работает работает вот сейчас она уже не работает реклама вызывает изжогу никто не верит промо роликам что покупай нас мы лучшие скорее она вызывает качественно профессионально ну типа того да и там если что там гарантируем качество вот этом гарантируем качество причем от разных производителей одно и то же это может выглядеть совершенно по-разному абсолютно поэтому я верю в то что мир движется невозможно наш продолжать какие-то неэффективные действия и при этом ожидать что у тебя там изменится результат лучше нет нельзя нам что-то менять хочу тебе напомнить что для меня крайне важно взаимодействие то есть канал мой создан не для денег поэтому мне очень важно общаться с вами я сам читаю комментарии сам на них отвечаю я был бы тебе очень признательны если бы ты поучаствовал каким-то образом в беседе плюс это полезно для канала ты можешь задать вопрос можешь узнать что-нибудь можешь написать что-нибудь о себе или просто напиши миша клёво оформил студию пиздатый звук а еще лучше если ты хочешь прям реально заморочиться я тебе напоминаю что в конце видео будет конкурс и ты сможешь выиграть ценный приз он будет после блиц опроса так что присоединяйся в комментарии скажи а ты знаешь про такую книгу с это година под названием фиолетовая корова да конечно там просто вот как раз о том о чем ты говоришь вот но мне очень нравится время в которой мы живем когда вот этот вот общее ширпотреб я не знаю как это правильно описать что он просто отваливается уже как гнилые яблоки ну типа это уже не работает и люди которые ну не способны как бы кукушкой своей понять что это уже не актуально они просто отваливаются то есть они как какие-то знаешь рудименты просто с рынка уходят и это очень классно что появляются такие бойкие молодые ребята которые поделают очень классные штуки то есть я как потребитель в восторге даже ту же рекламу да и его можно смотреть в удовольствие можно с омерзением ну а наш может тоже быть разное наш можно креатив какой-то не вот ценностные какие-то вещи туда заложить а если барышня лежит и там себе рукой проводит и бокал вина в руках крутит и говорит что о боже это так приятно но пшонка стайл но так вот такое вот но ежегодно за последние там три четыре года по данным wine intelligence это такая крупная компания которые аналитику срезают по всему миру в высоком ценовом сегменте на вино прирост составляет два-три процента в принципе это немало то есть это говорит о том что человек начинает задумываться за что он рублем голосует и мне эта философия очень близка я не готова вот вообще там инвестировать какие-либо деньги даже маленькие в производство продукта который мне было бы стыдно вот лучшему другу дать вот если я не готова это дать лучшему другу я это производить не буду точка все я не стыдно я я не хочу откуда эта история пошла это ты сейчас рассказываешь как опытный бизнесмен который покупал и продавал бизнесы либо ты сейчас это говоришь потому что это такой человек и тебя так научили в детстве ну я бы не хотел оказаться на месте вот того кому это знаешь там предлагают и поэтому мне бы хотелось чтобы в принципе товаров низкого качества взагали было меньше мне кажется что уважение это один из таких основополагающих постулатов на которых строится все-таки прогресс и уважая мнение здоровья друг друга интересы возможности ну наверное если ты можешь дать больше но дай больше кому не надо те они не возьмут они скажут мне это дорого не нужно я за три топора если если я скажу такую штуку например что по моему мнению сейчас время ценностей соглашусь да да соглашусь абсолютно как думаешь почему именно сейчас это произошло почему не раньше мне кажется что резко всплывающих рисков вокруг человека становится больше защищенность становится меньше ты чувствуешь свою уязвимость более того ты чувствуешь что ты можешь быть уязвим вот даже там какими-то абсолютно неожиданными для себя вещами будь то бактерии будь то незащищенность с точки зрения дохода или еще что ты поэтому начинаешь а уметь ценить то что есть обращая на это внимание во вторых начинаешь задуматься все таки расставляя приоритета что важно вот вот наверное поэтому ты знаешь как когда внешние опоры рухнули ну внешне да это там тот же там институт брака институт там страны короче вот эти вот все штуки ну это все порушилось по большому счету ну или по крайней мере показала свою как бы не очень крепкую позицию и человеку приходится искать внутренние опоры и он наконец-то начинает их слушать и слышать вот мне кажется почему то что вот мы сейчас в каком-то находимся вот таком вот благодаря всей вот этой тряске вокруг особенно масштабной мировой вот совсем недавно вот то как-то люди такие бах типа попросыпались в том числе и бизнеса ну наверное что заметил что за последнее время социально ответственных бизнесов становится больше продуктов изготовленных там с уважением к окружающей среде все больше и и понятно что многие это подхватывают как маркетинговый инструмент для коммуникации но и то неплохо пускай потому что даже для того чтобы это коммуницировать им все равно приходится что-то делать лучше чем они это делали раньше поэтому абсолютно с тобой соглашусь что как в бизнесе так и в человеческих отношениях вот это такая какая-то правильность что ли да ответственность она начинает иметь больше вес нежели это было раньше ведь в плановой экономике что было хорошо то что все шло по плану и ты не нес ответственность по большому счету решение принимать не да то есть ты вот винтик в этом большом механизме а теперь когда тебе дают свободу и говорят от возьми покажи результат а вот тут уже не каждый может расскажи мне пожалуйста когда мы начинали съемки для твоего блога кстати как тебе тебе уже блогером называли нет а вот если я тебе скажу ты блогер ты как как тебе это врезается приятно неприятно зашкварно как тебе это непривычно я только недавно принял как бы эту часть себя что у меня была история признания ко мне приехал друг так и он пошел ко мне домой внизу него консьерж пашу это ты куда и он очень неуверенно говорит этажей квартиру и он такой к миши к блогеру а чувак тоже в татухах просто он такой да я думаю вот оно признание то есть до этого момента мне почему-то было неприятно комментируют блогера мне казалось что подшучивают я так типа я не блогер но у меня дочка старшая надо мной стебется таким образом у меня мама блогер там или там ну ты себя ведешь как как блогер я говорю так настя все хорошим расскажи мне пожалуйста когда мы начинали съемки для твоего канала ты мне задала такой интересный вопрос почему мне стоит приехать к вам а вот почему мне стоит купить ваше вино может я его еще не пробовал я ты знаешь сколько всего ну и пробовал и не пробовал даже не пойду все подряд покупать ну смотри то есть мы для того чтобы заинтриговать в покупке почему купить потому что оно стоит тех денег которые ты вложил и мы верим в то что ты получишь удовольствие не меньше на вложенное но для того чтобы попытаться убедить чуть больше потребителя в том что это действительно стоит попробовать мы выбрали для себя слоган и слоган наш звучит на английском proudly ukrainian мы гордимся тем что мы украинские слоган специально выбирали на английском потому что задача бренда выйти на международные рынки мне бы хотелось чтобы там по принципу паре то 80 на 20 вот но у нас 20 процентов было продаж в не 80 на экспорт слушай мне я прям ты когда ты начинала отвечать на вопрос у меня все вжалось когда ты закончила разжалось объясню почему потому что у меня есть специфическая реакция на сочетание например там украинские дизайнеры или украинские производители мебели потому что мне кажется такое пишут по безнадеге то есть когда кроме этого нечего сказать знаешь это типа единственный способ продать есть дешево а есть вот потому что я твой сосед но когда ты сказала что это на внешний рынок вот тут я думаю вот это круто ну то есть вот это прямо но мы действительно когда создавали продукт мы заморочились то есть его визуальные обличия его внутренний состав он сделан для того чтобы украинское вино конкретно вот это воспринималось как визитная карточка украины винном ее обличие потому что знаешь это это не способ продать да по безнадеге это наоборот челлендж то есть это вызов и это круто ты знаешь а я отмечаю что есть вот какая-то такая новая целое сообщество наверное новых украинцев вот в хорошем понимании это ребята которые начинают уважать украинских разных производителей вот например знаешь которые производят авиация галычины у них такие узнаваемые очень полом с нашивочками сикорский они такие вот милитари стайл но такое стильненькое это ребята типа дима борисова знаешь которые вот узнаваемые украинские какие-то кухни запускает и рестораны мне тоже мне очень нравится то что сейчас происходит и вот еще там пару лет буквально назад когда вот это была волна там украина украинские было очень много ну реально низкого качества товара по цене будь здоров то есть по цене очень таких зубастых брендов и меня это удивило я так смотрю на это и думаю блин ну просто не из тех вещей не из тех людей которые будут покупать вещи просто потому что она украинская я куплю потому что она хорошая вот я хочу чтобы наши дизайнеры и все 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 вот чтобы они были ну наконец-то просто дизайнерами то есть если они уберут украина из своего утп вот то это же их подтолкнет к поиску каких-то решений потому что если они ну условно говорят что я вот например я украинский то я соревнуюсь только внутри украины вот а если я вот просто дизайнер то я уже соревнуюсь со всеми дизайнерами я когда начала производить свое вино я поняла насколько сложно вообще украинскому бизнесу в широких категориях бороться с импортом это нереально сложно существует стереотип что все что угодно но импортно оно будет лучше украинского вот вот прям неважно что но но еще все дети советского союза хотим этого или нет и поборовшись в своей категории я прониклась на что там сочувствием каким-то прям вот к ребятам которые в других категориях работают я начала покупать украинскую одежду есть замечательная дизайнер ковальская лера она она делает ну реально крутую одежду она ее экспортирует в ней там бейонсе выступала ну то есть на что реально умничка большая есть ребята которые там офигенные печенюшки делать и вот у меня теперь мой гардероб там который я покупаю новый я пытаюсь в первую очередь поискать вот что-то там среди украинских девочек мальчиков а дальше уже соответственно там если не нашла смотрю куда-то и уже есть из чего выбирать и уже далеко не у каждого в тп написано что он украинский чуть-чуть есть но может я еще знаешь и недостаточно там своего кого-то ресерча правила может их есть больше на самом деле прикольно тоже я тебе так скажу я тебе когда рассказал про наш сайт про штат разработчиков там и так далее и тому подобное дело в том что в мире нету таких вещей то есть ты говоришь там про там ухты в сту вот такое не только в сту и во всем мире но в плане такого нет то есть я путешествую я там шарюсь я пишу обслужить машину общем и смотрю что происходит и вот эта иллюзия про то что где-то там лучше чем здесь это она столько у людей которые не были там совершенно верно либо они мыслят либо по кино по каким-то своим историям либо они видят только часть вопроса да они картину в целом то есть там европейский сервис нишно а ты не думаешь что есть еще вот этот принцип там сарафанного радио и отсутствие собственного мнения до его раз раз старший брат там условно дали кто-то у кого есть опыт сказал что типа то ну ты что ты украинское вино пьешь ты там же на сто ездишь там типа не на фирменное там то ладно и мне кажется что вот это какая-то такая неуверенность в себе в своих позициях она ведет к тому что люди просто теряют возможность свое мнение мало опоры на себя нас этому не учили то есть учили опираться на внешне то есть что люди скажут как посмотрят вот человек он смотрит на свою жизнь не изнутри себя а как будто он какое-то третье лицо смотрит на себя и дает себе оценку ты мне сейчас напомнил случай жизни я пошла работать на первое место работы в бейкер маккензи прихожу туда оформили меня на работу звоню своему дедушке меня воспитывали достаточно длительное время дедушка с бабушкой он был замминистра высшего образования в рср очень много лет ну то есть наш вот такая семья вот так вот серьезная я ему люблю дедушка мне взяли на работу он боже сонечко я так за тебе рады так за тебе рады ну ты тут тоби там хочешь платить и будут я дозвичайно будут платить скільки тоби будут платить я говорю 800 долларов это 2005 год первая работа 800 долларов да пауза говорит аня текай звезды я говорю чего он за такие гроши точно шось не те будет а не дедушка все нормально компания большая юридическая американская там наш ну в общем объясняю ему он говорит аня у тебя бабушка профессор отримуя 100 долларов а ты теки закинчила институт ты соби уявляешь шо ванны ведь тэба захочуть може послуги які знаешь ну то есть сразу уже было было опасение что нет такого быть не может быть не может и ну но по сути же это поколение людей знаешь которая живет сейчас она нас там растила у наших родителей будет какое-то сознание между нами и ими да вот дедушками бабушками и они привыкли к тому что доходы должны быть скромными расходы должны быть еще скромнее потому что ты там одну десятую должен каждый месяц откладывать не надо смотреть по сторонам вот тебе сказали что это хорошо значит это хорошо тебе сказали не рыпаться значит не рыпайся улыбаешься а чё ты а чё ты едешь за границу зачем тебе ехать за границу тебя что не устраивает черное море а зачем ты платишь за гостиницу много тебе же не устраивает пансионат ну то есть но их так воспитывали они жили в таких реалиях я же говорю что мы все дети еще той эпохи ну мы с тобой одинакового года рождения да то есть мы это еще и там частично где-то может быть и помним да есть такое так что расскажи мне все таки а то я так что-то сбил тебя или куда-то тебя увел то есть почему мне надо попробовать ваш продукт потому что я бы не пробовал ты ну понятно что там все новое если тебе в принципе интересен товар есть смысл попробовать для того чтобы свое мнение сформировать о нем из особенности этого продукта мы действительно подошли к ним очень серьезно и та технология которую мы применяли она заточена практически на ручной труд в производстве вина виноград собирали вручную в бутылку наливали вручную этикетку клеили вручную нумерация каждой бутылки сквозная то есть у тебя каждая бутылочка но я очень щепетильно к деталям вот прям ну ну очень очень я понимала что когда я ставлю свое имя на эту бутылку вот эта бутылка это я только вот в продуктовом выражении естественно мне ну совершенно не хотелось чтобы знаешь там хоть как-то было какое-то негативное впечатление как говорила коко шанель у тебя никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление вот поэтому это вино оно реально создано вот по максимум насколько мы смогли его сделать мы замахнулись серьезно на то что пытаемся его позиционировать как современное также как ойлер идет расширяя сознание по большому счету о том что такое автосервис точно также мы расширяем сознание о том что вино оно может быть намного больше чем то к чему ты привык не с точки зрения ассортимента с точки зрения коммуникации мы реально там самый диджитал в вине среди всех украинских виноделов а можно тут поподробнее самое диджитал могу первый канал продаж на котором мы сделали очень серьезный фокус это были интернет продажи как правило остальными виноделами этот канал расценивается как ну такой надо чтоб было но потому что неудобно перед ребятами мой персональный сайт вот типа того да то есть у всех виноделов есть свой сайт но как правило он мертвым никто не занимается никто его не сопровождает не промят ну то есть не делают этого мы понимали что разработка сайта хорошего она займет от нас определенный такой ресурс временной поэтому сидеть ждать было неправильно и мы пошли во все возможные диджитал каналы продаж это розетка ло каста фейсбук инстаграм то есть все что тебе по большому счету дает наверное даже двойной эффект потому что ты наращиваешь узнаваемость в процессе коммуникации теперь еще у тебя под домом верно и пока ты еще маленький у тебя нету большого масштаба ты можешь себе позволить с каждым клиентом поговорить напрямую я часто переписываю заказчиками которые делают заказы там через фейсбук у меня есть админ доступ к страничке и иногда бывает интересно наш там когда кто-то знающий меня он пишет здравствуйте я бы хотел заказать такую-то такую-то бутылочку вина я пишу там здравствуйте там наш парень или девочка кто нас сопровождает спит в это время я сплю мало ложусь поздно и там если кто-то как я вот хочет в этот момент заказать я вот как раз могу там поучаствовать этому вот вот можно там доставить туда-то туда-то я говорю да конечно ванечка можно знак вопроса я говорю ванечка это я так это ты по ту сторону но больше я же от страницы типа переписываясь это очень приятно когда твои друзья они тебя поддерживают это круто лучшая поддержка это купите бутылку вина скажи а вот этот вот путь к признанию той он какой то есть как он выглядит ты себе уже представляла как бы маршрут туда то есть есть некий какой-то там комитет я не знаю или там какое-то сообщество которое вот эти регалии раздает как это выглядит то есть если у тебя картинка того что ты выполнила свою цель нет нету потому что у этого проекта нету какой-то точки знаешь вот которой мы должны прийти то есть бизнес про признание признание для меня это настолько все емкое что знаешь вот как-то это обобщить словом или вот тогда когда будет такой-то набор факторов вот вот тогда это произойдет наверное мне даже вот сложно сказать у меня просто есть мечта чтобы я внутри понимала что отношение к тому что мы создали оно максимально благоприятно не хочется чтобы наш там я шла по улице и видела что там вот где-то кто-то выходя из машины берет пакетик сорок шестой параллели и заходит в здание банка там поздравить кого-то или знаешь там сидишь в ресторане за соседним столиком говорят у вас есть сорок шестая параллели и ряда да вот сейчас пожалуйста наши вот быть таким каким-то тайным со стороны наблюдателем того как тебя уже дальше да вот понесли в этот мир это это круто вот это бы хотелось вот наверное как-то так я до сих пор испытываю неописуемый восторг даже больше что если за рулем едут я показываю пальцем и обращаю внимание того с кем я еду если вижу номерные рамки ойлера ну это ж круто какой-то смотри какой прекрасный человек на какой прекрасной машине а номерные рамки господи вообще вообще круто и вот у меня есть такая мечта мечта возможно да что почему мы делаем то что мы делаем и почему мы почему я всегда недовольны потому что я хочу быть довольным покупателем везде то есть если человек какой-то ожидая увидеть грязное страшное сто где ему нагрубят на хамят обсчитают обманут пошлют ну в общем отнесутся к нему не очень хорошо увидит совершенно другое ему конечно будет трудно в это поверить он может быть два-три раза даже проверит вот но когда он убедиться что это действительно так он зайдет в какой-нибудь не знаю супермаркет или в какой-нибудь кафе и увидит там грубого официанта или еще что скажет слушай чуваки на ст его научились людьми разговаривать ну вы-то и возьмет да и влепит им какую-нибудь там жалобу да или этом мир или мы его обучим тому что нормально вести диалог с компанией не обязательно вести диалог сотрудникам ты можешь позвать менеджера ты имеешь на это право мы тебе пообещали поэтому это нормально заботиться о себе из любви к себе сказать чуваки я недоволен а у тебя бывает такое что на сто там кто-то из ребят вспылил матом клиента послал нет а было нет за 10 лет не раз но видишь это говорит о том что подбор персонала который ты осуществляешь ты его изначально осуществляешь не только исходя из того как они работают руками и что у них там еще и видимо как-то подстраивая их под свой ну моральный что ли пару раз были ситуации когда ну ругались между клиента да там между собой там в общем но у нас смотри у нас даже автоследствия приходит на работу первое что он смотрит это миссии ценности компании ну то есть ты себе представляешь человека который смотрит где он их видит компьютер обучение он когда приходит оформляться мы договорились да он нам подходит технически мы ему там подходим по цифрам окей вот но прежде чем он пойдет дальше у него есть там такой firewall один из самых смешных и неожиданных мы его фотографируем у нас на сайте все сотрудники с фотографией и есть очень простое требование улыбнуться если для человека это проблема мы понимаем что социально он не очень адаптирован а мы социальная компания то есть и вот это все такие маленькие такие проверочки потом он смотрит миссию ценности компании где я вот я рассказываю о том что счастливый человек на исправном автомобиле в общем полчаса вот такой видос развернутыми с вопросами которые потребуют развернутого ответа они тестом типа там один два три и он должен написать маленькое эссе и вот по нему мы уже понимаем насколько человек адаптирован социально насколько он нам подойдет насколько в принципе вообще можно его к людям допускать но пришли мы к этому не сразу через ошибки а если ты увидишь что вот у него там офигенная эссе мысль с точки зрения но куча грамматических ошибок не проблема не проблемами да мы же не лорда байрона ждем типа он должен говорить нормально более-менее там плюс-минус вот но самое важное это вот уровень эмпатии просто уровень просто сколько он смотрит в глаза как он себя ведет это самое важно ну благо грамотности речи и уж тем более письма от слесаря уж ну люди не требуют вот но внешнего опрятного вида более чем я тебя абсолютно поддержу в этом с точки зрения того что вот все-таки там личностные характеристики человека они важны и они более того в работе проявляются конечно у нас несколько способов подбора персонала понятно что первичный подбор ты проводишь по резюме ты смотришь на то насколько человек профессионально в принципе соответствует твоим ожиданиям и у него есть достаточный уровень компетенции описанный в этом резюме но раскрывается этот человек ведь только тогда когда он начинает работать и у меня очень часто бывают ситуации когда ко мне приводят уже там на финальный этап собеседования на что там мальчика или девочку мужчину или женщину и они пугаются потому что я во время того когда с ними общаюсь я им не задаю вопросы на профессиональную тематику и ты видишь знаешь такое недоумение в глазах я говорю сколько у вас детей а как вы проводите праздники там какие книжки вы читаете что вы любите а что вы не любите да там ну вот такие вещи которые тебе знаешь человека раскрывают и во-первых от того готов человек раскрыться или не раскрыться ты уже можешь какой-то первичный сделать вывод ну и насколько он там вообще реагирует на твои вопросы адекватно а во-вторых очень часто это заканчивается тем что у меня не спрашивайте там сколько бутылок я там дополнительно продал в компании такое-то на предыдущем месте работы на потому что лучше я это увижу в работе вы же написали в резюме взяла воспринимают как данность а вот дальше вы придете и покажете насколько это вы продали или ваша команда продала или вообще вы ерунду просто написали вот поэтому там готовы и и некоторые отваливаются то есть они понимают что что тут ничего не будет ну ну даже что так просто не прокатишь многие идут работать ожидая что работать они не будут будет за них там кто-то что-то тянуть они там пересидят на зарплате официально и привет ты добрался до этого момента это значит что тебе совершенно точно этот ролик понравился для того чтобы он понравился не только тебе еще и окружающим мне очень важно чтобы ты нажал на вот эту вот штуку под этим роликом которая скажет о том что видео тебе интересно и поможет не масштабировать мой канал потому что как ты знаешь он создан не для денег вот поэтому мне надо взаимодействие с вами максимально честно и открыто так что класс эту штуку и погнали вперед как думаешь как ты себе фантазируешь когда наступит тот момент когда ты уже будешь видеть ту картинку когда ты поймешь что мы молодцы лет пять пять лет за это время ты отдохнешь это я не устала собственно да да господи иисусе мне нравится не я понимаю чем ты говоришь знаешь типа когда работа и хобби совпадают это на самом деле опасная штука это опасно ты училась отдыхать нет наверное но у меня такого опыта нет твой вопрос давай так скажу я не понимаю да ну у меня нету такого чтобы я отдыхала но вот я попытаюсь расшифровать я работаю там с и до какого-то времени понимание там рабочий день у меня отсутствует если я перестаю заниматься работой я занимаюсь чем-то другим и это никогда не является вот просто лежание на диване там вот знаешь без того чтобы ты там как минимум отвлекался еще на имейлы в телефоне я могу сесть на диван там может быть не знаю один раз или два раза за месяц вот но так я буду чем-то другим занят вот он истинный трудоголизм я просто тоже прусь я ну конечно когда я делаю не то что мне нравится не то что хочу когда у меня диалог совестью я очень устаю выматываясь и лежу на диване действительно просто от бессилия какого-то то есть голове такой шум что такого у меня не бывает чтобы я знаешь вот лежала и просто там вот о чем-то думал мне не хватает времени думать у меня все время телефон он просто разрывается все время кто-то что-то хочет если это не сотрудники значит это дети если это не дети то то там родители или дедушки с бабушками ну то есть кому-то что-то значит надо и потом когда уже все ложатся спать наступает тишина в доме собака поела и уснула я думаю я лезу в чатик да и продаю бутылочки я я могу лежать пытаться уснуть у меня не получается уснуть потому что но голова кипит просто после этого всего я же естественно залажу еще посмотреть а как там дела у нас знаешь там где-то в интернете очень знакомая история вот сейчас звучит и наступило утро и как ты без медитации без без каких-то способов саморегуляции справляешься или ты типа окей махина ну мне достаточно часов пять поспать и все норм господи иисусе пять часов да но есть люди меньше блиц но давай блиц опрос пришло время сейчас мы посмотрим насколько ты супермен или бэтмен супермен почему не знаю это же блиц ну не обязательно быстро не обязательно однозначно я могу и что-нибудь хорошо бэтмен симпатичнее был но супермен вроде как побольше добра делал тут понимаешь с одним боролся а тут всем помогал наверное окей чем ты отличаешься от себя же пять лет назад я занимаюсь вином как собственным бизнесом у меня наконец-то мое дело расскажи когда тебе последний раз хотелось с кем-то поспорить вот прям ты что с тобой внизу обсуждая рекламные бюджеты и эффективность их вложения так о чем спорит ну потому что я я знаешь для того чтобы разобраться я за эффективность давай вот так поговорить особенно когда это касается денег я вот очень дотошно к этому отношусь 300 процентов мы окупаем рекламу вот вот для меня важно понять зачем тратить деньги когда ты называешь что вы тратите там миллион двести в месяц на рекламу первое что приходит на ум это должно быть неэффективно но не может сто тратить миллион двести на рекламу то есть у тебя возникают автосервис извини автосервис сдается да извини 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 вот и поэтому хотелось поспорить но это значит не спорю ты мне поверила а ты прикольнулся нет я спрашиваю типа я просто если тебя что-то смущает я могу тебе рассказать более подробно да да не я я поверила единственное что для меня это все равно знаешь такая какая-то тема в которой бы хотелось вот на что мы глубже разбираться мне интересно бизнес модель скажем так я ее не до конца понимаю и поэтому наверное вот туда окунуться можно смотри в е-commerce в основном люди что делают они продают товары да так а мы к этим товарам продаем услугу к товарам или отдельно конечно конечно ведь сама по себе запчасть у нее какая ценность да никакая можно только по голове кого-то двинуть ну понятно тебе ее надо где-то еще конечно то есть конечная цель какая я счастливый на машине еду вот и мы сразу мы смотрим в конечную цель чего хочет человек и мы движение к этой цели делаем максимально быстрым и приятным хорошо ну а ты отслеживал какое количество ваших клиентов к вам приходит именно от вот этой рекламы разумеется у нас очень глубокая аналитика в процентном соотношении это сколько сто процентов у нас нет других источников рекламы у нас даже реферальной программы нету для там приведи друга вот то есть мы только вверху воронки колбасимся и только диджиталом ну я вижу что это самый эффективный инструмент на сегодня возможно ну то есть когда мы там пойдем в Украину то может мы и на телек вылить ну мы собственно уже вывезли нас зовут везде потому что мы эксперты ну просто попробуй нас не найди в интернете не получится ну вот ты знаешь что там анализируя эффективность телевизора и радио вот все таки радио что оно показывает больше эффективности ты знаешь я считаю что покажет тест дорого стоить будет хотя этим кстати мы отличаемся от конкурентов то есть они делают только верняк знаешь там типа возьмут там у нас что-то стырят там где-то с книжки там что-нибудь прочитают а мы пробуем то есть да это дорого но поэтому мы на 10 шагов дальше ну а ты думал что телевизор он даст больше эффект я не знаю ну ну так чисто интуитивно я считаю что я узнаю а наши конкуренты вряд ли это узнают когда-нибудь окей но когда мы туда уже шагнем мы походу там узнаем что-то да мы там что-то пощупали то есть ведь удача или неудача это еще не весь эксперимент эксперимент это проба и во время этой пробы что-то происходит ну ты понимаешь да ты знания приобретаешь как минимум уже да да и я считаю что успешные бизнесы это вот как раз количество этих ошибок так называемых с правильными выводами потому что большинство бизнесов тормозится на том что боятся попробовать потому что они знают что будет они боятся шагнуть неизвестность а мы планы вперед ну good luck с какого момента ты себя помнишь с полутора лет о что это за картинка что там происходит мы жили во львове у меня папа со львова и первые два года я прожила там и я помню как меня в ясли тарабанили среди зимы на коляске видимо турбулентность была повышена поэтому запомнилась это было зимой и в стрийском парке через который нам надо было пройти валялся пьяный бомж и вот этот стонущий человек на земле вот знаешь в таком абсолютно расхрыстанном состоянии он меня наверное просто очень сильно напугал то есть это был такой вот первый какой-то всплеск воспоминаний из детства также помню из этого же периода там и как бабушка мне супчики варила и помню отражение там веточек как тени на стене в своей комнате ну помню тут есть вопрос чего ты боялась когда была маленькой бомжей я так понял уводился да можешь назвать одного или нескольких людей которые на тебя больше всего повлияли да это моя бабушка она когда мои родители развелись для того чтобы мама строила свою личную жизнь мама там сразу же вышла замуж мне было 4 годика она меня забрала по сути к себе вот они там с дедушкой так вот в кого ты такая приличная слушай у меня бабушка очень строгая она меня воспитывала знаешь такой строгости строгости она преподаватель дедушка тоже из системы образования то есть ну они знаешь правильно подходили к дисциплине к учебе ко всему и они были теми людьми кроме того что они по жизни помогали и там и финансово поддерживали всегда и были рядышком но они заложили правильные наверное ценности я искренне считаю что там те хорошие качества которые во мне есть они их как раз туда посеяли и успели помочь им развиться класс так а расскажи о себе через пять лет ой я должна быть очень красивая так я должна быть очень счастливая я очень хочу если серьезно чтобы через пять лет вот было как раз то состояние знаешь когда детище которое мы вот это создаем сейчас оно достигло осязаемых каких-то таких уже качественных показателей к этому моменту наверное я уже буду бабушкой у меня дочки почти восемнадцать лет поэтому чисто теоретически всякое может сложиться ну и вот как тебе близость к этому термину очень круто тебе норма абсолютно ну я я понимаю что я буду прикольной бабушкой 100% бабушка с бизнесом вообще да это прикольно вот вот наверное как то так а вообще хочется еще быть здоровой наверное вот через пять лет хочется чтобы все не менялось вот быть здоровыми ну и расскажи о последней неудаче последняя неудача эта пауза может длиться долго может ты вообще в такой термин как неудача не веришь можешь рассказать о своем отношении к этому ты знаешь я наверное ну неудача это какое-то завершенное действие негативным последствиям поэтому я вот вот так знаю чтобы вот была какая-то неудача наверное нет не верю потому что даже если ты начал какой-то процесс и у тебя там что-то не получается это процесс ну то есть ты в нем должен адаптироваться сделать выводы исправить ну идти себе дальше и удачи достичь поэтому вот мне даже сложно сказать у меня такого нету вот не помню в упор не помню ну я тоже неудача и в смысле разве так бывает ну есть либо знаешь lessons learned либо удача слушай фактор везения вообще ты веришь в то что вот да либо ты вот из людей машины которые считают что они взяли все взяли нет-нет я я верю в удачу как в везение я думаю что счастливы те люди которые свое усердие и знание сумели еще поймать эту птицу феникса за хвост знаешь и вот кстати про птицу и везение я тебе сейчас все объясню и тебе сразу станет все понятно давай когда-то маленький я выходил с мамой из квартиры говорит Миша там по-моему начинается дождь а ну-ка поди посмотри идет ли там дождь я что делаю я так приоткрываю дверь и выставляю руку и на эту руку мне насрал голубь голубь вот почему у нас получилось но ты как человек который верит в везение ты в маме спасибо сказал я кучу раз уже да каждый день говорю да верю и верю что знаешь и судьба есть и какие-то такие неожиданные повороты которые тебя вот должны почему-то привести там туда-то туда-то и вот почему-то надо было знаешь этой всей истории с Крымом сложиться для того чтобы вот тоже развернуть эту ситуацию потому что вот тогда пять лет назад я не планировала бизнес ну смотри я тебе так тоже немножко обратной связи я у тебя спросил ты отдыхаешь нет смысле я не устаю а когда ты рассказывала про наемную работу ты говорила что я была выгоревшая что я была то есть получается что тебя душило отсутствие самореализации то есть условно для того чтобы дышать полной грудью надо делать то что хочешь не 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 там вообще там вообще было не так я очень любила ту работу то есть я в то время от чего ты там устала или это просто физически понимаешь это было стечение двух обстоятельств то есть с одной стороны мне уже действительно было сложно бороться скажем так с вот этим распинанием себя между работой и домом работодатель категорически не воспринимал что я буду работать меньше то есть вот в этих компаниях не принято вообще уходить с работы там раньше одиннадцати и так далее я три месяца проработал в чем-то подобном ну то есть я ухожу у меня ребенку там было полтора года я ухожу в девять часов вечера меня зовут и говорят у тебя нету работы я говорю в смысле мне говорят ну если ты уже закончила ты можешь предложить свою помощь коллегам я говорю ребята я ухожу домой в девять часов вечера к полутора годовалому ребенку и с ноутбуком чтоб ты понимал у меня были ситуации когда там родилась младшая в 2008 году я на конференц звонке кормлю грудью просто чтоб она не заплакала на аудиосвязи просто чтоб она не заплакала потому что мне надо два часа вот так ее кормят смотреть еще в документы вносить правки правой рукой и если она заплачет это будет плохо и при этом я аж типа в декрете то есть и вот этот ритм работы когда ты вроде и тебе интересно с клиентами работать вот с клиентами реально было круто с ними было интересно мы с многими из них сейчас вот в статусе именно дружим но модель работы юридических компаний она изнашивает и тебе тысячу раз скажут что слушай ты винтик в этой системе если ты с этим графиком не справляешься дверь находится вот там вот ну и соответственно когда ты получаешь хорошую зарплату но ты ее тратишь на то чтобы там подлечиться ну смысла в этом мало поэтому там был вроде как и увлеченный процесс работы с клиентами но не было вот этого не было этой химии понимаешь которую ты там должен по большому счету получать чему тебя научил этот период ну он меня научил работать это самое главное то есть вот как раз работать эпидантично работать и выносливо я научилась там и я это по-прежнему практикую просто надо делать то что тебе нравится вот в чем дело если тебе перестало нравиться то что раньше доставляло удовольствие просто имей смело себе в этом признаться и начни делать что-то другое ничего страшного не будет то есть не работодатель виноват в том что ну нет и у меня там много есть примеров когда там девочки тащатся от того что вот они там уже 20 лет работают и все хорошо ну это они да там все мы разные здорово когда ты нашел свое место ты сейчас чувствуешь на совместе на 100% не на 100% не бывает никогда надо всегда знать что ты тоже из этих кто всегда чуть-чуть недоволен ну я просто понимаю что есть причины ну вот ну понятно ну что у тебя есть какой-то месседж который ты бы хотела мы все ссылки на тебя оставим на твой блог оставим на твой сайт с господи с вином оставим я тебя сейчас еще раз трясу на бутылочку на конкурс под этим видео хорошо вот давай и потом я его объявлю после твоего месседжа если он есть давай месседж спонтанный но под влиянием того что мы обсуждали наверное никогда не бойтесь что-то в себе менять и помните что живете один раз и живете вы поэтому проживайте эту жизнь так как вам того хочется if you have one chance one opportunity use it да класс да спасибо тебе большое и тебе огромное спасибо а теперь конкурс 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 в этот раз будет очень сложным надо написать комментарий о боже так сложно да желательно содержательный но в принципе можно и без этого ровно через месяц после постинга этого видоса человек который напишет комментарий который мне понравится больше всех ты хочешь поучаствовать чтоб я написал комментарий и свое вино выиграла это будет оригинально во-первых я подарю частенько в социалках тебя уже спрашивают топ 5 книг вот это все да 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 вот я действительно я не верю в эти все топы но я так попробовал все-таки собрать в кучу те книги которые повлияли на меня больше всего и выделил из них три штучки так и я их подарю победителю вот если ты нам выделишь еще пузырь пузырь в студию помнишь как это в поле чудес было да ну в общем как за если ты захочешь подключиться я подготовилась ага так сейчас ну понятно ну смотри там знаешь говорят же что там с пустыми руками нельзя ходить в гости приличным людям поэтому это тебе ребят два флакончика это тебе это это наш брюд мы гордимся брюд это вторая позиция наверное в украине которая продается лучше всего и это очень радует потому что брюд это сухое вино а вот если сухое вино знаешь сделали классно его будут пить если не классно то его вот вот прям вообще вообще невозможно мне нравится ваша этикетка она такая айтишная мы ее делали с нейромаркетологами ах ты мы первые в украине кто заморочился и мы привлекали нейромаркетинговое агентство для того чтобы они нам помогли разработать этикетку с этикеткой есть несколько нюансов потому что когда ты вот представь себе перед большой большой полкой у тебя рябит просто в глазах от вы тут хоть не зашили большого количества не 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 большого количества всего и тебе надо сделать так чтобы ее увидели вот первая задача просто чтобы его заметили поэтому ребята нам ее дорабатывали идея у нас была мы работаем по брендингу с компанией Tabasco Саше Смирнову привет вот а ребята из нейромаркетинг knowledge они нам сделали вот такую вот помощь они выделили некоторые акценты у нас есть видишь там квадратик внизу который тебе даже месседж делает не 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 читай текст еще когда хочется искор не только в бокале но и в почутках да вот поэтому эта бутылка тебе твоей команде а то что предлагаю разыграть это идентичная бутылочка а ты вот дальше оглашай требования по конкурсу и она точно такая же уйдет тому кто выиграет ребят хотел сказать что влетит еще бутылочка бухлишка но это как-то очень оскорбительно мне кажется прям звучит в контексте в общем я ничего не понимаю в вине но я попробую и обязуюсь описать свои ощущения в общем так у нас три книги которые повлияли на меня больше всего пока что по крайней мере мне кажется так перечисли а я не буду их перечислять потому что они пойдут скачать себе pdf-ки и все аааа ааа вот добро пожаловать в мир продвижения все поняла но потом расскажешь и бутылочка собственно говоря значит комментарий должен мне понравиться как он мне понравится по каким критериям я не скажу он может меня развеселить он может заставить меня заплакать это в принципе неважно вы можете пошутить про мой нос вы можете про татуировки мои пошутить я не знаю вы можете мне задать вопрос какой-нибудь если он мне понравится приз улетит туда ровно через месяц после постинга я напишу какой комментарий я выбрал и причину по которой я это сделал если вам не хватает вдохновения можете попробовать ответить на один вопрос а вы из блица и можете что-то по теме сказать можете рассказать как вы уже испробовали этот бренд в общем ты мне только что комплимент сделал так разница между торговой маркой и брендом вот вот уже бренд видишь уже приятно я могу тебе еще сказать классную штуку мне нравится что здесь нет флага украины я вообще этикетку пробил в первую очередь насчет этого знаешь у меня как вот это я с этими украинскими дизайнерами что-то у меня как это прям психотравма мы даже когда апостроф создавали название мы пытались уйти в общем ребятки пишите комментарии обязательно нажимайте лайк даже если вам не нравится этот ролик все равно нажмите чего впадло господи два часа или там сколько полтора потратили времени просто нажмите этот палец это помогает продвижение канала это помогает то чтобы привлекать более интересных гостей поднимать какие-то классные разные темы и также это увеличивает пенис у мужчин да женщины просто становятся красивее когда нажимают на пальцы вверх вот и это первый выпуск которым я не сказал ни разу матюк ну хоть чуть-чуть спошлил разок вот мне отлегло огромное тебе спасибо что ты пришла мне было очень-очень приятно спасибо и ссылочку на наш с тобой видос уже на твоем канале мы тоже впихнем под ролик спасибо большое супер тебе процветание твоим зрителям побольше эмоций положительных от просмотров и действительно комментируете это помогает сделать каждое следующее видео лучше предыдущего и пенис не знаю серьезно серьезно не знаю макс показывает не надо он лайки каждый раз нажимает все пока хорошо пока 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 не знаю не знаю не знаю актив не знаю я это не знаю не знаю